Сегодня в эфире. В эфире считалось невозможным, так как у человека регулирование размера зрачков, зрачковая реакция, осуществляется рефлекторно в зависимости от количества света, попадающего на сетчатку. В темноте зрачки, отверстия в радужной оболочке глаза, автоматически расширяются, а при ярком освещении, сокращаются. Размер зрачков также может меняться в ответ на другие факторы, например при эмоциональном возбуждении. До сих пор были известны случаи, когда люди могли воздействовать на размер своих зрачков, но они использовали при этом непрямые методы. Например, как объяснил Штраух в комментарии для ресурса Левисайенес, зрачки сжимаются, когда мы думаем о солнце, а мысли о темной комнате или математические вычисления в уме могут привести к их расширению. Однако случай DW. Совершенно иной. Молодой человек, который раньше учился у Штрауха и сам вышел на контакт с ним и его коллегами, умеет сознательно регулировать размер зрачков, напрямую управляя внутренними мышцами глаза, расширяющий зрачок мышцей-дилататором и сужающий его мышцей-сфинктором. DW, по его словам, впервые обнаружил у себя эту способность в возрасте 15-16 лет. 20 фото глаз, когда я сужаю зрачки, это ощущается так, как будто я что-то крепко сжимаю, а когда я их расширяю, это ощущается как полное расслабление глаза, объяснил DW. Исследователям. Поначалу для того, чтобы изменить размер зрачков, ему требовалось сфокусироваться на точке, расположенной перед каким-либо объектом или за ним, но, попрактиковавшись, юноша научился делать это и без сосредоточения на объекте. Сейчас, чтобы расширить или сузить зрачки, DW. Достаточно просто сконцентрироваться на своих глазах. Уникальная способность DW. Была подтверждена в ходе серии тестов. Штраух и его коллеги установили, что молодой человек может волевым усилием расширить диаметр своих зрачков на 2,4 мм и сократить его на 0,88 мм. Мало того, даже в максимально близкой к глазам точке, в которой объект еще находится в фокусе, в этой ситуации зрачки, казалось бы, максимально сужены, DW. Способен целенаправленно сократить их еще больше. Благодаря этому молодой человек может удерживать предметы в фокусе, поднеся их к глазам вдвое ближе, чем если бы он не обладал способностью контролировать размер зрачков. Функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга показала, что у DW. В момент, когда он сознательно регулирует размер зрачков, наблюдается повышенная активность в регионах мозга, ответственных за волевые усилия. Штраух не исключил, что такой феномен может быть распространен шире, чем можно подумать. Поиск и изучение людей, способных сознательно контролировать размер зрачков, позволит разобраться в биологических механизмах, лежащих в основе этого эффекта, и поможет понять, можно ли приобрести такое умение путем тренировок, отметил Штраух. Читайте также, окулист показал жуткие последствия макияжа с подводкой для глаз, смотрите наше видео. Будь здоров!